День воскресный, день чудесный, а это значит у нас новый сюжет о недвижимости. Друзья, всем привет! И сегодня у нас будет по-настоящему горячий выпуск. Почитайте просто тайм-коды и вы все поймете. Прямо сейчас мы находимся в загородном коттеджном поселке, где есть дома ИЖС и где есть таунхаусы. Некоторые таунхаусы в прошлом году здесь продавались по совсем смешным деньгам, по меркам недвижимости, и были активно раскуплены. И вот если вы зайдете, например, почитать отзывы про этот поселок, они тоже будут позитивные. Если вы зайдете на официальный сайт застройщика, ну само собой все шикарно. До Москвы близко, вокруг лес, развитая инфраструктура, все есть, живи, наслаждайся. Но так ли это на самом деле? В этом сюжете мы разберемся, пообщаемся с местными людьми, дадим высказаться стороне застройщика, в частности управляющей компанией, и посмотрим, что из этого получится. Для всех нас этот сюжет в первую очередь полезен чем? Посматривая такие ролики, вы будете понимать, с какими проблемами вы можете столкнуться. Вот, например, коттеджный поселок закрытого типа, вроде бы небольшой. Так ли здесь хорошо жить на самом деле или нет? Приятного просмотра! Мы начинаем прямо сейчас. Это же беспроводные тюменские наушники CGPods. В прошлом году они взорвали все российские топ-рейтинги продаж, обогнав даже JBL, Sony и Huawei. Вот эта модель прославилась своим суперпрочным кейсом. Кейс сделан из профессионального авиационного алюминия. Такой же металл используют при строительстве боингов. И на вот этот кейс не страшно наступить или случайно сесть, потому что он выдерживает вес до 220 килограмм. Это в три раза крепче яблочного кейса. И это доказано. А это модель с самым маленьким кейсом в мире. Вы посмотрите. Просто коробочка от дорогой ювелирки. А еще этот кейс щелкает, как поп-ит. Самый настоящий кейс антистресс. Вот у CGPods потрясающая защита от влаги. Например, любите заниматься спортом на улице бегать, пошел дождь, не страшно. Можно даже в душ отправиться и петь песни в CGPods. Работают без розетки 20 часов, ровно как и яблоки. CGPods в два раза легче яблок и в четыре раза дешевле. CGPods продаются только онлайн по честной прямой цене от производителя. За такой принципиально новый подход к бизнесу и предпринимательский талант производителя наушников CGPods прозвали тюменским Илоном Маском. Наушники действительно годные, функционал достойный, в ухе сидят отлично. У других производителей за эти деньги подобный функционал вы просто не найдете. Так что смело вам рекомендую CGPods. Новоиспеченный житель Евгений. Жень, привет. Спасибо тебе большое, что решил нас принять в гости. Так еще и разрешишь посмотреть, как выглядит эта замечательная планировка. Вот ты купил в прошлом году в этом большом доме-таунхаус на 150 квадратов. Он у тебя трехэтажный. Да. Вот расскажи, пожалуйста, кратенько историю. Где ты жил до этого и как ты вообще здесь оказался? Ну, мы с семьей в 2018 году, в 2019 году переехали в Москву. Квартиру сняли в совхозе имени Ленина. Работаю в Москве, в центре. Ну, и в принципе, с учетом, что два ребенка оттуда, там и жить хорошо с детьми, ну, и добираться более-менее комфортно до центра Москвы. Пожили годик, как бы обжились. Подумали, что пора что-то о своем думать. В принципе, по работе все хорошо. Вот. Ну, и потихоньку начали искать как раз в этом районе, потому что он им, в принципе, нравился. Тут и... Прижились? Ну, да. Тут и от моих родителей есть родственники. То есть, хоть мы с Владивостока, но как бы, как все моряки где-то там жили в итоге, там оказались. Ну, и, собственно, залез на ЦА, начал лазить, смотреть. Смотрел квартиры где-то на окраине Москвы. Вот. И мне очень настырно рекламы таунхаусов выпадали. Вот. Ну, все. Выпадали, выпадали. Я все. Думаю, не, 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 надо квартиру смотреть. А, ладно. Попробую. Да. Зашел, и как раз вот выпали вот таунхаусы вот здесь. Это был 2020 год, а месяц? Да. Наверное, начало июня, скорее всего. Я как раз уже зачем-то решил и ипотеку попробовать одобрить, не ипотеку одобрили. Собственно, как-то все вот так вот. Короче, все складывалось так, что пошло, да? Вот эта вот линия пошла и серия, что настраиваться надо было на таунхаус. Так при этом еще напомню, что 2020 год, июня, это как раз сняли локдаун, когда все посидели в квартирах. Тут еще и участок земельный у тебя должен быть? Да. 2020 год, он как раз, да, все сидели уже по работе. Тоже у меня такая специфика, что нас прям капитально домой засадили. То есть практически вся организация дома работает. Здесь дома продаются вообще без стен, без села, только перекрытия. Лестницы, ничего нет. Ну и двери, то есть тут эта красивая дверь, это... Ты уже поставил. Да. То есть ничего нет, только окна и подведены коммуникации. Все. Вода есть, канализация есть, газ есть, электричество, само собой, есть. И самое главное, друзья, вопрос цены всегда. Ну вот нету там стен, еще чего-то, внутренних перегородок. Вот, но ты покупаешь его за сколько? 6 миллионов, да. Вдумайтесь. 6 миллионов до Москвы здесь, ну до МКАДа, примерно там сколько, 7 километров? Да. 9 километров нам подсказывают. 9 километров до МКАДа, казалось бы, все близко, так еще у тебя аж 3 этажа. И звучит, конечно, ну очень привлекательно. 157 метров, 3 этажа, своя терраса за 6 миллионов рублей возле Москвы с коммуникациями в закрытом поселке. Ребята, ремонт. Есть такое слово, ремонт. И вот в эти тауны вкладывают люди свыше 5-7 миллионов рублей. Вот на сегодняшний день такой же таун стоит 8 миллионов 123. Есть таун чуть больше, он стоит 9,234. Вот все равно кажется, ну неплохо, да, по цене для недвижимости. Но вложить в него, ну там, 7-10 лямов. Про это тоже нужно не забывать. Обратите внимание, как это выглядит. Идет таунхаус на 6 квартир. Вот квартира Евгения. Соответственно, чтобы было понятно. Ну вот, дверь, окно, окно, окно. Вот это секция его. При этом получается подъезд его, можно поставить две машины. Ремонт ты доделал, можно сказать, совсем недавно. Заехал ты сюда в июне. Ну, как бы еще, да, мы в процессе. Мы когда заезжали, у нас третий этаж был вообще не готов. Ремонт немножко не по плану пошел. То есть планировали за 6 месяцев уложиться. В итоге 8 месяцев шел ремонт. Сюда приехали уже с семьей, когда приехали, беспорядок был все. В общем, так себе были условия. Ну, потихонечку, потихонечку. Вот, в принципе, в июне заехали. Сейчас уже третий этаж почти доделали. Жень, знаешь, всегда вопрос такой многих волнует. Из серии цена ремонта. Некоторые делают ремонт, я читаю просто комментарии, там, на 80 квадратов за миллион рублей. И туда все входит. И техника, и ванная, и кухня. У тебя 150 квадратов. Ты вложил 5 миллионов. Да, то есть изначально вообще планировал 3,5 вложить. Ну, все как обычно бывает. То есть строители обещают одно, в итоге получается другое. Где-то что-то очень понравилось подороже, взял подороже. Ну, основной фактор, это, конечно, недобросовестность строителей. Так получилось. Ну, пойдем посмотрим. И скажи, пожалуйста, а когда вот здесь будет красота, как на картинках, что выхожешь, шезлонг ставит или такого не будет? Я надеюсь, в следующем году именно вот моя зона. А что будет вот с этой зоной, еще неизвестно. Понятно. Пойдемте. Три этажа, друзья. Три этажа. 150 квадратов. Я вам сейчас кратенькую экскурсию проведу. А вы можете уже под себя моделировать, какой бы ремонт сделали вы, какая бы расстановка была бы у вас. Также я выведу вам планировку. Смотрите, читайте, изучайте. Телек, мебель, все новое. Здесь, получается, первым делом такая легкая гостиная. И серия, где можно поваляться на диване, посмотреть телевизор, шкафчики. И здесь идет гардероб. Важно понимать, двое детей, два мальчика. Соответственно, вещей будет ну просто полно. Здесь вот санузел. И здесь нас встречает шикарная большая кухня из серии «Мечта хозяйки». Не знаю почему, но девчонки, женщины, мамы, бабушки, многие западают на такую тему, как островок. Здесь солнечная сторона, поэтому в первой половине дня будет солнечно. Ты просыпаешься утром, у ребят готовятся булочки. Ну, друзья, сами понимаете, когда вот все это будет доделано, это будет шикарно с точки зрения уюта. В этом плане таунхаус какой-то свой стиль, шарм имеет. Самое главное, в чем фишка? Вот была пандемия. Многие из нас сидели дома, потому что невозможно куда-то выйти. А у некоторых в новостройках, как мы уже неоднократно показывали, нет даже балкона. Даже в подъезде нет балкона, чтобы ты мог выйти подышать воздухом. Что же есть здесь? Магия монтажа. Я уже обут. Друзья, в каждом ролике рекламная интеграция. И у меня новые кроссовочки. Пойдемте, я вам покажу, какой земельный участок относится к нашему тауну. И вот представляете, утром проснулся, как я люблю, да? С чашечкой цая горячего, цай, кофе, что кто любит. Фишка в чем? Здесь прям вот сильный спуск такой получается. Вот как делают соседи. У них специально надстроен, я назову его так, островок, веранда. Факт в том, что ты выходишь, у тебя есть своя верандочка, у тебя есть своя мангальная зона, у тебя здесь еще небольшая декоративная часть, ну для того, чтобы было красиво. Площадь земли здесь примерно, примерно около сотки. Но все равно это лучше, чем нифига. Шезлонг поставил, летом позагорать. Можно поставить бассейн. Вот в этом плане, конечно, плюс таунхаусов. Здесь, конечно же, большой вопрос качества фундамента. Отмостки как таковой нету. И вода течет под дом. Друзья, запомните. Такого быть не должно. При этом здесь должен все это делать владелец таунхауса, а не управляющая компания. Потому что у некоторых таунхаусов водоотвод сделан. Я задавал вопрос людям, говорят, за свой счет, первым делом сразу все сделали как положено. Отправляемся на второй этаж. Но прежде нам нужно пройти систему безопасности. Сделана для того, чтобы маленькие дети не лезли наверх без присмотра. Поднимаемся. Лестница бетонная. В чем, естественно, плюс. Потому что она с ковролинчиком. Ты идешь, но нет вот этого постоянного какого-то скрежета, стука. Единственное, в силу того, что дом совсем новый, они еще не доделали до конца ремонт. Где-то местами присутствует их. Подчеркиваю, все эти коробки это не хлам. Это система безопасности для того, чтобы ребенок у них маленький есть. Чтобы никуда без присмотра не ушел. Значит, что у нас есть? Направо за вами будет спальная зона. Туда мы заходить не будем. Там отдыхают дети и их бабушка. Дополнительно санузел, ванна, душ, туалет. И здесь, получается, будет находиться игровая зона. В дальнейшем это будет детская зона, где они будут жить. Ну а сейчас здесь уже не рабочее место. Покажи, пожалуйста, этот ракурс. Друзья, детство это классно. Особенно, когда солнце падает. Если вот на все это дело смотреть с позитивом, то пацанам расти в таком доме, мне кажется, будет в удовольствие. Ты можешь бегать с первого на третий этаж. Ты можешь выйти на улицу. И все это под контролем твоих родителей. Это круто. Значит, что? Здесь мы не задерживаемся. Идем на третий этаж, потому что мансарда вот нас приятно удивит. Пойдемте, пойдемте, не останавливайтесь. Друзья, ну вот здесь пишите ваше мнение. Посмотрите, какая высота потолков. И самое главное, простор. Ну прикольно иметь третий этаж, когда ты можешь его доработать. Отдельно, вот в эту сторону, если мы заходим. Как я понял, Женя хочет сделать себе здесь рабочее место. Дверь поставил, дети играются, наушники одел. Все, погрузился в работу, зарабатываешь деньги. Окошко одно, единственное на третий этаж для проветривания. Плюс ко всему, когда они зашли, здесь, естественно, ничего не было. Жарища была дикая. Ну, крышу нужно было дообшить. Я ему сразу рекомендую, говорю, по-любому нужна приточка, чтобы когда народ здесь будет тусоваться, чтобы было чем дышать. Ну, площадь большая. Возможно сделать, скорее всего, игровую зону, чтобы детям было где играть. Можно сделать здесь из серии зону чила. Ну, тут смотрите сами, кто бы из вас как обыграл. Одно хочу сказать. Вот жить в трехэтажном доме, это вот вопрос. Постоянно бегать со второго на первый, со второго там на третий. Не знаю, меня это, честно говоря, напрягает. У меня, видите, коленки хрустят. Одноэтажный как-то попроще. Но здесь, как говорится, есть предложение. До этого вы с семьей проживали в съемной двухкомнатной квартире площадью около 55 квадратных метров. Что-то такое, да. Сейчас же 153 этажа, еще есть терраска. Каково оно? Классно. Очень стало просторней, конечно. Сразу есть куда детские вещи деть, какие-то свои вещи деть. Ну, и в принципе, детям хоть побегать где появилось. Там жили там... По кругу? Да, тут хоть и тоже по кругу, но круг побольше. Плюсы, понятно. Вы переехали, это свое. Площадь большая, машина. Это все ясно. С точки зрения минусов, в первую очередь, общаясь с тобой, я понимаю то, что бригадой строительной ты остался не очень-то и доволен. Вообще не доволен, да. Как ты их вообще нашел? Через интернет? Нет. Знакомые, знакомые знакомых. В итоге через родственник на нее вышел. То есть у меня был пул строителей, в том числе, которые здесь уже много квартир сделали. Ну, единственное, что там русских нет. Вот, мне это немножко хотел, чтобы был русский прораб. А тут как бы и родственник посоветовал. В принципе, человек хорошо говорил, все здорово. Пообещал по деньгам не намного больше, чем местные ребята. Мне это подкупило. Ну, из-за неопытности, как бы, согласился, что не по квадратуре будем считать, а по работам. Вот, у меня работы насчитал там на миллион двести, да. По факту, там, с меня он хочет там чуть ли не два миллиона сейчас. Вот сейчас мы с ним немножко это... В спорном состоянии находитесь. Да, да, в общем. А с точки зрения качества ремонта, ты не заказывал себе какого-нибудь стороннего эксперта, который придет и будет принимать всех? Ну, до этого еще не дошло, но велика вероятность, что буду кого-то нанимать. В силу того, что мы много уже походили по различным домам и квартирам, я тебе серьезно говорю, я тебе рекомендую, раз у вас там будут баталии и споры, заказать отдельно эксперта, который все этапы, то, что он тебе понаделал, проверить. Потому что я вот просто своим любительским взглядом вижу, что где-то что-то кривовато, где-то немножко гуляет пол неровный. Но раз это все новое и ты платишь немаленькие деньги, есть смысл позадачиться и спросить за это. Ну, по существу исключительно. Там можно было за те деньги, которые мне по факту обещал взять вот ребята, за эти миллион двести бы сделали бы все, а не как сейчас пол здесь я сам делал, вот это заготовки я сам делал. Вот смотрите, как бывает в жизни, когда ты заходишь и делаешь все с ноля. Евгению обещал прораб, что все будет четко и что будет здесь небольшая идти коробочка, которую открываешь, а там все. Но получилось вот так. С одной стороны, друзья, вот внимание, с одной стороны, это плюс. Почему? Ты приходишь, у тебя все на виду. Он уже сам отмечает, однажды здесь были плохие трубы, он заметил, как он начало гнуть, ну, соответственно, в какой-то момент все потечет, это будет проблем. Он это увидел, потому что все в открытую. С другой стороны, в силу того, что они здесь живут, этим пользуются, это не отдельная какая-то комната, вы вдумайтесь, у человека два пацана. А пацаны, они любят что-то покрутить. Вот здесь, например, есть один из вентилей, который перекрывает насос. Вот вы вдумайтесь, он уехал на работу, они забежали, заложили, ну, типа там а-ля бомбу играют, перекрыли, это все может сгореть, жена может сказать, не понимать, почему нет воды, почему нету того, звонки, а сфотка нет. Короче, это потенциальная опасность. Можно было бы сделать какой-то шкаф, но стоит так, что ты уже, в общем, сюда не пройдешь. Вот он, пожалуйста, а жить с этим придется. Обсуждал с Евгением тему на предмет того, сколько времени у него уходит на поездку на работу. То ему еще везет, что большую часть времени он работает дистанционно из дома. Но, вдумайтесь, ребята, особенно те, кто живут по стране, кому до работы близко. У Жени нет машины. Он выходит из дома до остановки 15-20 минут пешком, далее на автобусе или на маршрутке до ближайшей станции метро Домодедовска. Это примерно 30 минут. Это есть и прям повезло. И нет пробок, но в этом направлении пробки есть практически всегда. До работы от дома 2-2,5 часа. В один конец. Как вам такое? Ребята, 2-2,5 часа до работы. И потом еще обратно. 5 часов в день из жизни, когда ты едешь на работу. На сайте указано, что развита инфраструктура, но делать в этом поселке без автомобиля просто-напросто нечего. Магазины и все, что с этим связано, вот что-то вам нужно, это только ехать. Так многие отмечают, что таксисты сюда приезжать особо-то не хотят. Подъезд не очень удобный. Пробки. В общем, предпочитают отсюда заказы не брать. В этом поселке без машины делать нечего. Женя о ней очень сильно мечтает. Знакомьтесь, друзья, Олег. Расскажите, пожалуйста, кратко, как вообще вы в этом поселке оказались? Почему вы здесь купили недвижимость? И с чего началась ваша жизнь здесь? Моя жизнь здесь началась с того, что в 2011 году я заключил договор на покупку участка номер 40 в этом поселке. В тот момент, если вы видите вот сейчас вот эти все дома огромные, здесь было поле. И на момент покупки здесь тоже было поле, на котором росла кукуруза, и к моменту покупки ее как раз скосили. Нового Молокова тоже не было. То есть здесь была деревенская обычная дорога, и я посмотрел, что до дороги, до Володарки, которая опять же деревенская, маленькая, в одну полосу каждая, у меня целый километр, мне понравилось место, и я решил, что я хочу здесь жить. А до этого где вы жили? В Москве, в квартире. Сколько площадь была? 72, что ли. Покупая земельный участок, вы изначально планировали на нем строить дом, но потом что-то пошло не так, и что произошло с вашим участком? А произошло с моим участком следующее. Его должны были по договору сдать в 2012 году, все коммуникации, повторюсь, в 2012. Естественно, этого не было сделано. Коммуникации были готовы к 2019 году, и когда я заплатил при покупке в 2011 году половину стоимости, когда я пришел и сказал, я хочу подключиться, мне сказали, ты должен доплатить. Я пытаюсь доплатить, читаю договор, который мне прислали, и в нем есть такая маленькая скромненькая фраза, вступить в НП Вудланд. НП – это некоммерческое партнерство, организация, которая создана для обслуживания этого поселка. И я говорю, хорошо, но я знаю, что вступление в НП – это по факту оплата работы по коммуникации. Я знаю, что это примерно и есть половина, с меня взяли половину, это цена собственной земли. Сколько в деньгах это было на 2011 год? Вот это было 3 миллиона 600 тысяч, ну, грубо говоря, где-то по тем деньгам чуть больше 100 тысяч долларов. Когда мы заключали договор, было сказано, что я плачу сейчас за землю, поскольку земля закрепляется за мной, за коммуникации, я плачу, когда вы их сделаете. Была такая договоренность. Мне застройщик сказал, мало ли, что у вас были договоренности, сейчас эта земля стоит других денег, ну, естественно, земля, когда на ней подведены коммуникации, стоит других денег. Ну, понятно. Поэтому либо ты платишь, сколько мы хотим, либо пиши заявление и забирай свои деньги. Я поговорил с юристами, срок давности исковой был пропущен, я написал заявление, чтобы мне вернули деньги. Ну, и чтобы получить назад свои деньги, заплаченные в 2011 году, на тот момент 1 миллион 800 с чем-то, чтобы получить свои назад 1 миллион 800 в рублях, которые уже в долларах это было 50-60 тысяч, сейчас это 20-25. Так я еще судился с ними больше года. Суд, апелляция, касация в Саратове. Я уверен, что они подавали и Верховный суд, но их просто развернули. То есть, чтобы получить назад свои деньги, пришлось очень-очень помучиться. Ну, самое главное, точка достигнута, деньги вам вернули. Деньги, которые я внес, мне вернули, да. Ну, хотя бы так. Уже, уже, да. Это лучше, чем ничего. Это лучше, чем бы вам сказали, все, до свидания. Ну, это такая маленькая предыстория, почему я очень активно участвую в жизни поселка, потому что я по очередным причинам очень люблю нашего застройщика. Ну, до этого мы еще дойдем. Как я понимаю, вот вы нам как раз много чего интересного расскажете. 10,8 площадь. Да. Сегодня же у вас 2,5, и вот они, собственно, роскошные дома, которые теоретически, что-то похожее могло бы быть у вас. Да, был сделан уже и проект, есть, где-то дома далеко лежит, но уже он теперь бессмысленный. Вот участок, здесь стоял забор, гараж, бытовка, сарай. Когда я написал, понял, что возникли проблемы, и на своем заборе написал, вышел краской, написал, за участок идет суд, чтобы его не могли перепродать. Через день. Забора нет? Не было ничего. То есть сюда загнали бульдозер, он сравнял полностью с землей все, что было, кроме гаража. Они его вскрыли, увидели, что там стоят станки, там стоят генераторы, то есть там оборудование стояло еще, наверное, на полмиллиона. Поэтому мне комендант позвонил и сказал, вы вывезите его, чтобы оно не пропало. Я в это время уже постоянно жил, то есть никто мне не сказал, просто молча приехал бульдозер, все сравняли. Я написал заявление в Развилковское отделение полиции, на которое, естественно, никто не реагировал. Короче, в этом поселке я провел целый день, общаясь с людьми. А потом еще на протяжении всей недели я общался с ними по телефону. Вот я не люблю разговаривать долго по телефону, но общение с жильцами и с представителями управляющей компании всегда было больше часа, друзья. Вот что я вам могу сказать? Вот этот небольшой поселок разделен на три группы. Первая группа, они недовольны застройщикам, они недовольны управляющей компанией. Что почему? Чуть позже они сами об этом расскажут. Вторая группа довольны, их все устраивает, они платят, они говорят, вот другие плохие. И третья группа, это те, кто соблюдают такой некий нейтралитет, им уже надоело спорить. Они либо не платят, либо платят, но на контакт в основном не идут. Соответственно, все вместе, всем поселком они собраться и вынести какое-то общее решение не могут, потому что все разделились на группы. И вот это для нас с вами очень важно. Вот в такой поселок приедешь, вроде бы здорово, но у каждого своя позиция и она обоснована. Давайте послушаем, что они рассказывают. Вот в этом тупичке находится конечная точка нашей ливневой и фекальной канализации. Чувствуется. Серьезно? Вот мы можем видеть, как они выполнены застройщиком. Это просто дырка в асфальте, накрытой листом стали. Чтобы получить туда доступ, нужно каждый раз заказывать манипулятор, чтобы открыть и просто посмотреть. Вентиляция от тех газов, которые там образуются, вы видите, прорезаны замечательные дырки и все. Хотя здесь должен быть колодец, здесь должна быть лестница, здесь должна быть вентиляция, иначе у человека есть риск, что он там просто умрет, который туда опустится. Конечно, он задохнется, естественно. Вот, но здесь у нас находятся самые главные вопросы. Вот вы видите замечательную трубу. Вот эта, да? Пожарный шланг. Которая, в связи с тем, что у нас насосы сгорели, установленные нашей великолепной управляющей компанией, и сейчас все это дело просто льется переливом. Со всего вашего поселка, но сейчас здесь ничего не льется? Ну сейчас нету, потому что нету дождя, это ливневка. Ага, это когда будет после дождя? Да, но вы слышите, что вода шумит. Но ливневка, получается, вместе с канализацией собирается и вытекает туда. Да, вот вы слышите, что вода течет. То есть получается сейчас что у нас творится? В канализацию вода пришла, она переливается через аварийный слив в ливневку, и затем уже из ливневки уходит самотеком. А вот этот участок чей? Это гектар, мы не знаем, кто здесь хозяин. Но на самом деле это не смешно, это же, во-первых, нарушение. Это нарушение, вы посмотрите, что здесь нету доступа, здесь сгорели уже два насоса, которые меняла наша управляющая компания, и после этого они снова сгорели, и вопросы по гарантии, поскольку года не прошло, мы задаем, они уходят в пустоту. В данный момент я лично плачу только заводу, и плачу в том числе завода отведения, но, понятно, лучше так, чем никак. На самом деле это должно отсюда откачиваться на очистные, которыми заведует самолет, вот застройщик вот того поселка. И со временем, изначально при покупке, было сказано, что как только самолет придет сюда, а вот если туда посмотреть, где сейчас вот видны деревца, это все будет вырублено, и там будут высотки. Нас подключают к общей самолетовской канализации и к общей самолетовской воде. Сейчас, ну, де-факто, это скважина и такой мегасептик. Но пока еще же не построился? Пока не построился, вот такая ситуация. Но в любом случае, по-хорошему, здесь должны быть колодцы, и здесь должны быть установлены насосы правильно. В процессе создания этого сюжета я делал публикацию в инстаграм-канала, и со мной на связь вышел человек, который в этом поселке оказывал услуги по строительству домов по ДЖС. Подчеркну, что изначально этот поселок должен был быть только из домов по ДЖС. Таунхаусов здесь не предусматривалось. Мы указывали управляющим на то, что там грубейшие нарушения идут. Там смысл такой, что канализация со всего поселка идет вниз, туда, к оврагу, как раз где трактор тащил. И там диаметр канализации, по-моему, 100. Они делали так, что она самотеком спускается вниз. Там должны были ставиться станции, которые будут делать напорную канализацию. У нас инженера приезжали, говорили, что это грубейшее нарушение, что так нельзя делать. Ну, на что, собственно, ничего хорошего в ответ мы не получили. Они сказали, что мы все знаем. Ну, и, собственно, так. Все коттеджи, которые строили мы, собственно, они там внизу, мы их оборудовали септиками. То есть они, скорее всего, не подключены. То же самое касается воды у всех своей скважины. На сегодняшний день это времянка. Их официально не сдали. У меня хотя бы канализация работает. А вот те дома на въезде, которые чуть-чуть повыше. Я знаю от хозяйки вот этого дома, например, это дом на въезде, что у нее глубина канализационного колодца 50 сантиметров. Соответственно, сделать слив фекальных масс из дома в канализацию поселковой, которая формально есть, невозможно. Даже перепад. Потому что перепад не сделать. У нее, скорее, обратный перепад получается. В дом. Ей в дом польется, да. Сюрприз. И поэтому вот этот дом, он построен и уже на моей памяти 4 года точно стоит, а никто не живет. Ну а отдельно какой-то септик там сзади дома сделает свое. Вот либо делать септик, либо делать некий насос с клапанами и перепадами. Это вот как пример. Знаете, тоже странно на самом деле, как-то вот послушаешь некоторых людей, вот допустим, ну септик, ну сделай ты себе септик, это же не так дорого. Зато ты уже здесь сразу начнешь жить, а дальше судись, бодайся там и так далее. Она тоже на каждом собрании задает вопрос, как мне жить в своем доме, если у меня нет канализации. Я заплатил за нее, а ее нет. Отдельно хочу обратиться ко всем жителям поселка, кто смотрит, ребята, я к вам совсем позитивом, ни в коем случае никого не хочу обидеть, но находясь здесь, вот у меня такое двоякое впечатление, есть дома, прям действительно какие-то ухоженные, видно на территории, что все здорово. Но при этом на территории вашего внимания закрытого поселка можно встретить какой-то откровенный срач. Вот, например, участок земельный, который перед вашим домом, он куплен, но на его территории, как вы рассказываете, постоянно появляется строительный мусор, который ваши же дети еще по весне убирают. Если погулять по самому поселку, у вас повсюду все заросло травой. Здесь никто не убирается, ни в летнее время, ни в зимнее время. Соответственно, траву никто не козит, никакой бытовой мусор отсюда никто не вывозит. Почему? Такой услуги нету. Управляющая компания за это деньги не берет, а люди, соответственно, не хотят в большинстве своем, вот жители этого поселка, чтобы была действующая управляющая компания. Я задаю вопрос. Хорошо, вы за это не платите, у вас здесь срач, почему вы для себя-то не убираетесь? Ну, неужели вам нравится жить вот в этом закрытом поселке в таком состоянии? Ответ следующий. Здесь есть еще ряд объектов, которые продаются от застройщика. Это земельные участки, и в том числе 20 или 23 свободных таунхауса. И они не хотят наводить порядок, потому что это будет на руку застройщику и управляющей компанией в том числе. Потому что риэлтор привозит потенциального покупателя, тот видит порядок, чистоту, и думает, о, как здорово, хочу купить. А они таким образом как бы борются, и все те потенциальные клиенты, которые приезжают сюда, жильцы по возможности их отговаривают от покупки. Но я задаю вопрос, вы-то сами здесь жить хотите, или вы потенциально тоже хотите продать свое жилье? Есть те, кто не хотят, остаются до конца, готовы бороться. Но, как выяснилось в общении, есть и те, кто уже подумывают о том, чтобы продать и отсюда уехать. Вот, например, общаясь с вашим соседом, Женей, который у нас только что был, я ему задаю вопрос, за что платите? Он говорит, 4,5 тысячи есть взнос. Говорю, за что? Он не понимает, за что он платит. Вы здесь подольше пожили. 4,5 тысячи, что они вообще в семью несут? За что эти деньги берутся? Меня хотят 5,5. Потому что у вас побольше нет? Нет, потому что у меня земля ИЖС. А, земля ИЖС. У меня меньше земли, чем крайний таун, и меньше площадь. Но у меня статус земли ИЖС, поэтому с меня хотят 5,5. За что? А вот, собственно, это и есть наш главный вопрос. Что наш застройщик заключил, вопреки требованиям, ну, было собрание, где жители сказали, нам не нужна управляющая компания. И она тут же появляется. И с ней заключен замечательный договор, что компания ежемесячно получает 700 тысяч рублей от поселка за то, что она контролирует, именно так, контролирует состояние коммуникации. Как контролирует, тоже можно рассказать, вот эти колодцы, которые мы видим. Зимой засыпаны были выше моего роста снегом, и когда мне нужен был доступ, мой колодец там лопнул кран. Приехал Боб Кэт, снял этот заледеневший снег, потом мы лопатами, как ломами, это разбили и получили доступ. Но теоретически они сквозь двухметровый снег видят, хорошо там или плохо. И за это берут 700 тысяч в месяц. Если они что-то делают, делают, именно делают руками, то это дополнительные деньги, которые выставляются дополнительными счетами. Вопрос. Уборка территории, вывоз мусора какого-то бытового, те же самые дворники, чистка снега зимой. Как это происходит? Чистка снега, скидываемся мы, жители, между собой. Просто скидываемся на трактор, он приезжает, сами ходим за ним по очереди, смотрим, чтобы он бордюры не пооббивал. Это не входит в услуги управляющей компании, никогда не входило, и не должно входить, согласно договору. Дворника нету даже в штате, то есть он отсутствует как класс. В штате есть управляющий, есть главный инженер, слесарь и электрик, которые здесь на вахте, и наемные охранники, которые открывают и пускают шлагбаум. Вот охранники, они же, получается, тоже за деньги сидят. Как вы это отдельно платите? Это отдельный счет за охрану? Мы просили сделать разделение, чтобы у нас был отдельный счет на те услуги, которые мы готовы реально оплачивать, которые не вызывают вопросов, то есть обслуживание газа, обслуживание электричества, охрана. Но наш председатель традиционно ничего этого не сделал. Но и поскольку деньги уходят непонятно куда, например, я после того, как у нас прошло собрание, где у нас были подделаны документы, платить перестал. На данный момент у нас неоплательщиков в поселке больше двух третей. НП стремительно идет к банкротству. Председатель об этом уже написал, что либо вы платите, как мы хотим, либо поселок будет обанкрочен. А к чему это может привести, если поселок обанкротит? А поселок будет обанкротен, наши коммуникации, на которые с каждого участка уплачено было, по-моему, полтора миллиона рублей, и с таунов 900, если я правильно помню, с каждого, на создание коммуникации, они перейдут кому-то, кто и подаст на банкротство. И, соответственно, тот возьмет вас вот так вот за кокошки, как говорится, и начнется, либо вам какие-то космические суммы начнут говорить, либо вам просто все подключают, правильно? Ну, скорее всего так. И дом как бы есть, тепла в нем нет, ничего в нем нет, и вы, соответственно, жить здесь физически уже не сможете. И вот это начнется просто... Вода в трубах замерзла, порвала, и считай, что дома нет. Слушайте, ну это очень страшно, на самом деле. Это как бы... Вот все, что мы рассказывали до этого момента, вот земельный участок, вот это хорошо. Вот один вот этот фрагмент минутный, мне кажется, он перекрывает нахрен здесь все. Именно так и есть. Я повторюсь, мы не то, что мы не платим, потому что мы негодяи. Мы не платим за то, чего мы не заказывали, и то, чего нам не нужно. Мы... У нас после собрания приезжал председатель, один единственный раз председатель приехал на встречу с жителями, которые здесь то ли с 12-го, то ли с 14-го года председатель от застройщика. Вот он с жителями встречался один раз за все эти годы. Ему был задан вопрос, пожалуйста, разделите нам платежку, выделите те услуги, которые реально есть. В данный момент у нас выделена вода и водоотведение. Но за воду и водоотведение я плачу, потому что я пользуюсь водой, я считаю, что я не имею права за это не платить. И мы сказали, пожалуйста, выделите нам электричество, обслуживание, ну, освещение, там, те же самые насосы и прочее. Выделите нам охрану, выделите нам обслуживание газа, выделите обслуживание подстанций электрических. Это все равно делает неуправляющая компания. Это делает отдельные организации лицензированные. И были прямые договора у нашего некоммерческого партнерства, которое управляет поселком, с этими организациями. Затем эти договора были переданы, и теперь все платится скопом в управляющую компанию, а она уже имеет договора со всеми обслуживающими организациями. Добрый день, меня зовут Александр, я живу в поселке Вудленд, мне бы тоже хотелось принести свою точку зрения на происходящее. В нашем поселке часто идут споры о том, хорошая или плохая управляющая компания. На самом деле, суть проблемы заключается вовсе не в образцово, как таковом. Основная проблема нашего поселка это недобросовестный застройщик ООО Вудленд. Еще в далеком 2011 году, когда некоммерческое партнерство Вудленд-1 начало свое существование, мы при покупке участков платили порядка полутора миллионов рублей целевого взноса на строительство коммуникаций. Это вода, электричество, газ, канализация. Застройщик ООО Вудленд осваивал эти деньги. Так как руководство МТ всегда состояло из самого ООО Вудленд и апеллированных лиц, то по сути ООО всегда руководило партнерством. То есть у них не было никаких препятствий, чтобы использовать целевой фонд, как им хочется. На протяжении многих лет ООО Вудленд показал себя как абсолютно некомпетентная организация в плане девелопмента. И как следовало ожидать, оказалось неспособна к качественной реализации проекта. Именно по той причине, что руководящие лица ООО в плане бизнеса оказались крайне несостоятельными, мы имеем сложившуюся ситуацию. Ведь если бы они качественно и все равно все сделали, жителям не пришлось бы строить дорогостоящие автономные системы для решения вопросов с канализацией, отоплением, водоснабжением. Здесь надо оговориться, что после долгих лет строительства коммуникации были построены, но, как и предполагалось, не без сюрпризов. Канализация сделана так, что насосы на портной станции ломаются по два раза в год. И управляющая компания с удовольствием меняет эти насосы, но, конечно же, за счет дополнительных сборов с жителей, а вовсе не за счет недобросовестного застройщика. Вот заборный узел и очистные сооружения стоят на территории, которой НП не принадлежит, и их судьба весьма туманна. Кроме того, на балансе НП образовалась задолженность в размере 60 миллионов рублей. То есть, вероятно, денег целевого фонда все-таки не хватило, и решили собрать жителей еще по полмиллиона. Как я уже говорил, дело вовсе не в управляющей компании, как таково. Управляющая компания защищает интересы застройщика, но не жителей. Конечно, нам всем бы хотелось жить в светлом, чистом, аккуратном и безопасном поселке, но вместо этого мы имеем то, что имеем. Это грязь, клоки, обесценивающаяся недвижимость, ломающиеся оборудования, непролазные сугробы зимой. Было бы логично, если бы жители могли выбирать руководство, могли участвовать в управлении поселком и решать, какой вид управления должен быть в поселке, решать, какие услуги нам нужны, а какие нет, устанавливать видеонаблюдение или нет и многое другое. Но это неинтересно ни застройщику, ни управляющей компании. Здесь не надо спрашивать, почему, ведь казалось бы, и даже озвучивалось застройщикам, что они якобы заинтересованы в повышении стоимости своей недвижимости в поселке, но при этом всеми силами мешают этому парадокс. Так как по уставу партнерства смены руководства возможно только единогласным решением, то раскол среди жителей на руку застройщик и управляющей компанией. Все наши призывы к объединению сводятся на нет небольшой группы жителей, чьи мотивы до конца не ясны. Кроме того, все наши попытки решить, обсудить ситуацию с застройщиком и найти решение игнорируются. Спасибо. Согласитесь, звучит убедительно. Человек по существу рассказывает, чем они недовольны. Я считаю, что для объективности неплохо пообщаться с людьми, которые довольны. Вот смотрите, вот этот таун здесь относится к группе красных, красные карточки. Это те, кто за управляющую компанию. Один из людей согласился пару слов рассказать на камеру. Знакомьтесь, Роман. Роман, благодарю за то, что появилось желание ответить на камеру. Вот скажите, как давно вы здесь живете? Проживая с 2018 года, отремонтировался, все устраивает. Но были нарекания на начальном этапе к застройщику. В принципе, устранили. В основном, это была кровля, если мы говорим про таун. так, в принципе, очень доволен качеством материалов, постройки. Весь контроль был за вами, правильно? Все, что делалось по ремонту, вы за всем следили? Да, я сам выполнял ремонт, сам завозил материалы, контролировал процесс. Роман, скажи, пожалуйста, походили по вашим таунам, у некоторых вода течет прямо под дом. Ну вот, водоотвод и пошла туда. У вас же все-таки сделаны отдельно трубы, сделаны отдельно, отвод как минимум идет. Кто этим занимался вопросом? Мы занимались этим вопросом коллективно, с соседями, решили как бы, ну вообще, концепция поселка изначально, что это единый стиль, то есть у всех должна быть, ну примерно, плюс-минус, одинаковая брусчатка, заборы, ну участки, да, там, как бы озеленение. Роман, твое мнение по поводу всей вот этой ситуации. Сегодня общаемся с одними, говорят, да, все нравится, но управляющая компания одно. Общаемся с другими, все нравится, но вот, за что платим, не понимаем. Пообщались с твоими соседями, они говорят, да нам все понятно, у нас все четко живем, наслаждаемся и всегда будут недовольны. Вот ты просто независимо. Ну я как представитель этой сферы, сферы ЖКХ, с опытом работы в 10 лет, могу сказать, что в принципе платежи, которые сейчас мы платим по 4 500 стаунов и 5 500 с ЖЗС, это абсолютно адекватные цены на сегодняшний день, потому что чтобы были, скажем так, качественные услуги, то меньше это прям по нижнему краю мы платим. То есть, в принципе, когда я покупал таун, менеджерам по продаже была озвучена сумма в 55 рублей за метр квадратный. Ну, соответственно, без учета мансардного этажа, в принципе, эта сумма и получается, даже чуть меньше. Вот там получалось около 6, за таун там 5 500, вот мы платим 4 500, то есть туда уже входит и вывоз мусора и, соответственно, все другие вот запутствующие услуги, ну, услуги по содержанию и так далее. Слушай, ну, с точки зрения проживания вот в этом поселке все тебе нравится? Ну, допустим, ты приезжаешь с работы, ну, никогда не бывает желания, я знаю, выйти куда-то, прогуляться хотя бы, у вас здесь по сути ничего нет, как бы вот на территории вы можете по кругу походить с коляской у кого есть, а вот если парк, там, кафе, ресторан, в любом случае постоянно уезжать. Ну, здесь, в принципе, изначально не обещали такого, что что-то должно быть кафе. Я понимаю, это даже не вопрос к застройщику вообще, к тебе, к выбранному виду. Нет, я максимально, извиняюсь, искал максимально близкое, ну, к Москве, вот, место для проживания за городом, ну, и, как бы, здесь, в принципе, инфраструктура есть. Я думаю, с годами это будет меняться только в лучшую сторону. Давайте так, о плюсах поселка, тогда, если вкратце, как человек, который прожил здесь несколько лет. Здесь построены все коммуникации, мы не будем обсуждать, как они, но они есть, как-то они работают. То есть, здесь есть газ, электричество, вода, ливневка и канализация. Это есть. Здесь есть дороги. Дороги плохо сделаны, но они есть. тоже как бы хорошо. То есть, есть поселки, я знаю, где обещанное не сделано и этого. Дальше начинаются минусы. Главный, конечно, катастрофический, неустранимый минус это транспортная доступность. Второй момент, это ситуация, но мы надеемся, что она все равно тем или иным способом вынуждена будет решиться с управлением поселка. потому что нынешнее состояние это... Я даже не знаю, какие цензурные слова подобрать. можешь не подбирать, в этом сюжете мы это все показали. Да. Плюсом, близко к Москве, то есть, я могу возить детей, да, это долго, это мучительно, но я вожу детей в московскую школу. Люди работают в Москве, живя в этом поселке. Это главный плюс. И в завершение такой вам вопрос. Если бы у вас была возможность, например, вернуть время назад и ничего здесь не покупать, сделали бы вы это? Или же, например, на сегодняшний день, ну если вам не нравится, продайте и уезжайте отсюда в другое место. Я не могу продать эти деньги, которые вложены. Да вы больше сейчас продадите. Сейчас цены скаканули так, что вполне возможно, что в этот домик... Я вам назвал цену соседнего дома. 23. Вложено в него минимум 30. Вот так вот. Изначально в этот поселок меня пригласил человек с именем Алан. На момент приезда у него приболел ребенок, поэтому он не смог принять участие в съемках, а после и сам заболел. Я его просил дать развернутый ответ по существу, что происходит на видео, но сделать он этого не смог. Когда я с ним списывался, я ему сразу сказал, говорю, давай проще, чтобы все было честно и объективно, мы выслушаем не только вашу точку зрения, но и точку зрения председателя вашего и представителя управляющей компании. Давай телефон. Он дал телефон, говорит, но председатель вряд ли вообще пойдет на контакт, мол, он сюда приезжает очень редко. Позвонив председателю, тот сказал, да без проблем, на все вопросы отвечу, если буду в этот день где-то поблизости. Приехав, его не было, но он переключил себя на управляющую компанию. И представителем управляющей компании здесь является Харламова Светлана Юрьевна. Когда жители поселка узнали, что я с ней пообщался, взял у нее интервью, многие были недовольны, потому что говорят, она очень ловкая, она очень подкованная, и она говорит, тебя легко просто замотает и разложит тебе так, что у тебя просто вопросов не будет никаких, и ты будешь думать, что она права. Подчеркну, друзья, моя задача сделать непосредственно объективный видеоролик, чтобы вы при просмотре понимали, с какими проблемами потенциально вы можете столкнуться, если захотите в подобных поселках купить себе таунхаус либо дом. Серьезная эта проблема или несерьезная решать исключительно вам. Но я считаю, объективности ради ей нужно дать высказаться. Давайте послушаем ее позицию. К сожалению, жители только в 2020 году начали платить взносы, им были определены взносы минимальные в 3000 рублей, уходил застройщик. С 2011 года поселок существует, до этого времени у них был исключительно спонсор, который закрывал абсолютно все платежи. То есть просто была конкретная организация, которая оплачивала все услуги. Электричество, у них были авансовые платежи, обслуживание, содержание сетей водопроводных, канализационных. С 2016 года есть вода, есть канализация, стоит охрана, жители за это не платили. Естественно, жителям, ну, к сожалению, части жителей, вот вы пообщались с теми, которые платят, да, они всем довольны. Есть четко заключенные договора, здесь всего несколько контрагентов. Все договора белые, значит, расчетный счет, некоммерческое партнерство, в которое входит, собственно говоря, вот это обособленное товарищество. Управляющей компанией деньги жители на себе не аккумулируют. Мы прошли следственный комитет и прокуратуру, кого у нас уже только не было. Значит, жители проиграли два суда. К сожалению, не получилось договориться с жителями по внесению платы ими добровольным путем, да, по членству либо по компенсации понесенных затрат. К сожалению, были вынуждены уйти в суды. На самом деле, это, ну, как бы не сильно хотелось уходить в это, но вынуждены были в это уйти. Жители, должники, замечу, да, подали иски на спаривание решений по взносам, по общим собраниям. Но, к сожалению, суд вынес решение о том, что все решения были законны, взносы законны, обоснованы, в суде были представлены документы, подтверждающие расходы. Все замечательно, все хорошо. Жителям надо просто сесть за стол переговоров, они категорически не хотят этого делать по одной простой причине. Есть два мнения, одно мое, второе неправильное. Ну, понятно. Светлана Юрьевна, вот смотрите, здесь такой ловкий момент. Если сняли крупным планом, можете посмотреть разницу. То есть, мне ничего, мне не нравится, покажите, куда ушли деньги, да, обращение к председателю, куда ушли деньги. Председатель, соответственно, с налоговым кодексом отчитался на собрании под камеру. Были жителям разосланы все отчеты с приложением оборотов по счетам, непосредственно с актами сверок, ну, то есть, со всей подтверждающей документацией. Более того, ее всегда можно посмотреть у меня. Категорически они ко мне не идут. Почему? Потому что они у меня получат ответ на свои вопросы, да, то есть, жителям они говорят, она ничего не дает, жители ко мне приходят, они все говорят, ну, как, вот оно все, они просто еще в этой каше не варились, они не знают, что это такое. Они пока просто по наитию хотят заниматься поселком самостоятельно, но пусть они хотя бы для начала дадут своим соседям предложение, его же за год-то не поступило ни одного. Недовольны управляющей компанией? Найдите другую компанию, дайте предложение председателю. Значит, недовольны взносами? Предложите взносы. Взносы они не предлагают, они говорят, мы вам потом расскажем, но не сейчас, да, ну, слушайте, так нельзя, да, надо общаться честно, открыто. Я всегда на месте, со мной можно поговорить, пообщаться. Я за живое общение, я не нахожусь ни в одном чате. Ну, как мы объективно, вас поймали быстро. Меня это, меня это, для меня это принципиальная позиция, потому что, когда мы с вами говорим с глазу на глаз, да, либо когда мы с вами в чате там переписываемся, это совершенно другое общение. Которые приходят недовольных, они молчат. Они приходят, и они не могут произнести то, что они могли бы там написать, да, там, нажав несколько клавиш. Поэтому в этом поселке, к сожалению, наша управляющая компания не обслуживает территорию по содержанию. Это, опять же, было решение жителей, да, это легко было бы поправить. А у нас обслуживание и содержание общего имущества поселка. Общее имущество передано, официально зарегистрировано. Это реальный объект, у которого есть все поставленные кадастровые номера на карту. Надо просто прийти, вот они не хотят договариваться между собой, то есть они собираются группками. Но слушайте, здесь 171 собственник. 171 собственник имеет право, это объект недвижимости, это не просто так, да, то есть это не просто деревня. Это объект, где сегодня ты плачешь 5000, завтра тебе могут выставить смету на 50. Помимо глобальных вопросов, связанных с канализацией, связанных с этим долгом в 66, если не ошибаюсь, миллионов рублей, кстати, ответ на этот вопрос, а говорит то, что в ближайший месяц-два у них должно быть полноценный отчет, где председатель будет отчитываться по всем этим вопросам. Жильцы в это уже не верят, говорят, будет какая-нибудь там отписка и так далее, но сам факт того, что, говорит, все будет, как бы ожидайте, посмотрим, что будет дальше. Но есть и мелкие вопросы, которые я ей задавал. Она меня приводит в кабинет, говорит, я, говорит, здесь не работаю? Ну, давай, пальчик смотри. Например, канализация, говорит, вот мы делаем промывку и показывает фотоотчет, который рассылала там всем жильцам, говорила, что вот, ребята, смотрите, что вы сами делаете. В канализации обнаружены различный бытовой мусор, который, как говорится, не с неба упал. Соответственно, рабочие ведут работы, все кидают, и попадают в канализацию, она начинает забиваться. Вот они это прочищают. Рассказывал про ситуацию с ковидом, что когда-то что-то ломалось, когда все было закрыто, они оперативно старались сделать. И, говорит, вообще в целом, я даже рада, что люди не замечают мою работу, потому что она обыгрывает так, что для меня это как комплимент, так как аварии здесь случаются, но мы их стараемся оперативно решить. Какие-то в течение 12 часов, какие-то чуть быстрее, чуть дольше. Но подчеркиваю, несмотря на все это, большая часть поселка действительно против текущей управляющей компании. Но меня пустили куча бумаг, она готова, там была 2-3-4 часа выделить время, пожалуйста, снимаю все, рассказывать буду. Но поймите правильно, это для нас вот такая информация, которую можно только запутать. Те, кто хотят, те, кто проживает в этом поселке, по сути, имеют доступ к этой информации. Она же говорит, люди сами не приходят. К чему я это? Все к тому же самому. Друзья, выбор, поселок и управляющие компании дело очень важное. Казалось бы, купил себе участок, построил дом, а потом вот в этих спорах жить, мне кажется, это некомфортно. Сколько нужно денег, чтобы сегодня этот поселок ваш содержать? Вы сказали примерно 7-8 тысяч рублей. В 7-8 тысяч рублей можете просто, как говорит, зажимая пальцы, сказать, что бы в эти деньги входило бы, если бы все жильцы согласились платить? Ну, то, что и сейчас входит, это круглосуточное обслуживание инженерных сетей поселка, устранение аварий, содержание электрической высокой стороны, содержание низкой стороны электричества приходящая, это уборка территории, охрана, в зависимости от того, что хотят жители, как они хотят, чтобы поселок, вот хотят, чтобы образцово показательным выглядел из поселок, тут, ну, ребят, надо понимать, что для этого необходимы целевые взносы, поселок не такой большой, взносы, я думаю, что были бы не такие большие. Но на сегодняшний день территорию поселка не убирают, свет... Территорию поселка, нету света, правильно? Ну, уличное освещение отключено по долгам перед ресурсоснабжающей организацией, по списку должников, от которой вы сняли, можете посмотреть, там есть жители, у которых отдельная там колоночка по электричеству. Люди не считают необходимым платить за свое личное потребленное электричество своим индивидуальным домом, то есть это не какая-то, это отдельная статья исключительно физики, да? Долги на сегодняшний день небольшие, потому что управляющая компания перевела большую часть поселка на прямые договора с МОСЭнергосбытом. Значит, я их перевела, увела от авансовых платежей по электричеству, это непростая была история. На сегодняшний момент электроэнергия подается им сюда не авансовыми платежами, а по факту. То есть месяц закончился, нам оставляют счет. Слушайте, ну даже при таком сегодняшнем условии договора жители не хотят платить своевременно. То есть жителям надо просто привести финансовую дисциплину в порядок, сесть за стол переговоров, обсудить со своими соседями, как они хотят жить и не собираться кучками. Да, вот мы с этой кучкой соберемся, потому что они с управляющей не общаются. Значит, а вот с этой не будем собираться, потому что они к ней иногда заходят, документы смотрят. Ну вот, наверное, все. Стану Юрьевну, а вот последний вопрос вам. Вот мне просто, мне любопытно и интересно. Вот у вас получается так, чтобы сменить, допустим, председателя, нужно единогласное решение. Правильно? У нас, у жителей. Да, это прописано в уставе. Это совершенно легко сделать. Нет, для этого никаких предприятий. Нет, а вот я по-другому хочу сказать. Мне просто любопытно. Вот, допустим, живу я у вас здесь в тауне, я себе купил. Вот пришли вы на собрание, 99% проголосовало за смену, все, наконец, договорились. А тут попался я, вредный. Вот пришел я и говорю, а вот нет. Ну как это же, и как тогда быть со мной? Вот я, например, начну вам намекать, к примеру, я вот сказал, гриль хочу, чтобы он у меня стоял на заднем дворе. Так это же, а может быть такое, что я к какому-то возрасту крыши поеду, и я начну говорить, не гриль, а Porsche, а потом скажу самолет, а после завтра скажу, ничего мне не надо, я вас не звал, идите отсюда. И, соответственно, за неимением моего финального голоса вы здесь все будете сидеть, без света, там, условно, без смены. Да, смотрите, ну, к сожалению, такие условия не только на этом объекте. А зачем так делают? Ну, это у многих застройщиков на этапе застройки, до момента, они же не знают, когда жители заселятся, кому это все будет передано. На сегодняшний момент жители уже вышли на финальную стадию. Большая часть, у нас 90% практически живущих, потому что люди приобретают объект для постоянного проживания. Есть рядом школы, самолет обеспечил здесь социальной инфраструктурой, здесь есть магазины, то есть у нас здесь вот рядом все замечательно, ну, вот чуть-чуть еще и дорога появится, то есть тоже над этим вопросом работаем, причем над вопросом вот этой дороги работали конкретно я и несколько жителей, да, потому что, к сожалению, жители наши инициативные не проявили инициативу, ну, так, тавтология, да, в этом вопросе. Когда я задала вопрос, говорю, ребят, скажите, вот вы едете по дороге, она была убитая, сейчас вы едете по плитами, она была убитая год назад. Она вообще была убитая? То есть сейчас она уже еще нормальная, считается? Сейчас она у нас идеальная. По меркам? Того, что было? Она у нас идеальная. У нас здесь можно было только на джипах, и то, ну, как бы через матюки. Значит, мы решили вопрос местной администрации с самолетом. Нам за, ну, наверное, месяц выложили нормальные плиты, то есть мы пришли к единогласному решению с самолетом, в связи со стройкой, делать асфальт, ну, не было актуально на тот момент. Асфальт будет сейчас, вот приезжайте через месяц, да, здесь будет уже нормальная дорога, нормально асфальтированная, качественная. Это заслуга, к сожалению, не тех жителей, которые вас пригласили, да, а могла бы быть их заслуга. Это заслуга вот жителей, с которыми вы сейчас разговаривали. Вот, потому что они обратились не с криком, не с визгом, не с какими-то угрозами, просто решили, ребят, ну, вот мы здесь живем, вы здесь строитесь, давайте как-то все-таки придем к единогласному, конструктивному решению. Все было принято решение, все соблюдают свои договоренности. Мы не жалуемся, ну, как бы стараемся договариваться. Вот, поэтому, что касается председателя, на сегодняшний день, я надеюсь, что все-таки у жителей хватит сил, ну, как-то своей амбиции, наверное, унять, сесть за стол переговоров, и председателя, которого они все хотят видеть, из числа жителей, единогласно избрать. Но это должна быть кандидатура, которая не будет номинально, ну, слушайте, это будет адекватный человек, который будет хозяйственник, который будет понимать проблемы поселка, который не просто, вот, я там завтра приду и посмотрю, и дальше уже там посмотрю, что с этим делать, а человек, который имеет видение. Это же очень важно. Поселок, для того, чтобы привести в надлежащее состояние, надо минимально, просто желание жителей. Договориться, и чтобы вот весь пригород лесной ходил и завидовал реально, а уже покупать было бы нечего. Светлана Юрьевна, вам в любом случае большое спасибо за то, что вы приехали и как минимум не стали. Вот нам говорили, да и вам никто на вопросы не будет отвечать. Про вашего председателя нам тоже самое сказать, что он не ответит. Но тем не менее, мы делаем все объективно, вы высказались. Правы вы, неправы, честно, нечестно, выводы, друзья, делать только вам. Вот этот разговор с управляющей компанией продлился 30 минут, после чего на фоне появилось два человека, местных жителей. Поселка, две женщины, которые прислушались к разговору, подходит, а вы кто? Что? Я ей объясняю, что вот мы приехали снять объективную ситуацию, мы ничего не знаем. Я говорю, вот смотрите, у нас здесь такая ситуация, что есть должники, которые не платят и недовольны. Вы к какой категории относитесь? Мы платим, но мы недовольны. Говорю, о, а только что нам сказали, что есть те, кто платят, они всем довольны. Говорит, здесь нет довольных, нету, здесь все всем недовольны. Говорю, ребят, давайте сделаем проще. Микрофон вам, ну расскажите кратко, два, три человека и все. Вы знаете, кто здесь конечный бенефициар, вы знаете, как здесь все завязано. Короче, люди не хотят некоторые отставить свои права. Собственно, вот вам и поселочек в девяти километрах от МКАДа. В силу того, что он неухожен, уютным его назвать сложно, за исключением некоторых домов, у которых все на высшем уровне и все нализано. Вот после просмотра видеоролика задай вам вопрос, кто бы хотел купить? Уверен, многие скажут, да ну нафиг, он мутный. Но при этом люди, которые здесь живут, продавать ничего не собираются. В большинстве все хотят жить дальше. Поэтому я желаю одно, чтобы поскорей разрешилась ваша ситуация и все остались довольны. Нашли себе другую управляющую компанию, порешали вопросы с застройщиком, либо же договорились с текущей управляющей компанией. Вы здесь живете, это ваше жилье, отстаивайте свои права, договаривайтесь. Нам остается лишь сделать выводы. Мы постарались сделать все максимально объективно, пообщались со всеми сторонами, вам остается только сделать выводы и почерпнуть полезную информацию из этого видеоролика. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что дальше будет больше полезных сюжетов. Обязательно подписывайтесь на инстаграм канала, потому что там всегда выходят свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч всем. Пока-пока.